Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня воскресенье, 28 февраля. Погодка отличная. С утра было градусов 25, сейчас, наверное, градусов минус 5. Решил в первый раз вывезти на природу свой арбалет, дабы проверить точность на более дальних дистанциях. Справа от меня находится вот такое заброшенное здание, то ли какая-то казарма была, то ли что ли, точно сказать не могу. Здесь и будем производить свои испытания, вдалеке от посторонних глаз. Надеюсь, никакие бомжики там не обитают. Знаете, давно приглядывался к этому дому. Всегда было интересно, что же там. Местность такая заброшенная, вся разрушенная. Тут, наверное, вполне можно кино про войну снимать. Это, видимо, какое-то депо было или что. Железная дорога совсем рядом. Вон какие-то ангары. Ладно, давайте пройдем внутрь, а то чувак с красной сумкой уже сильно привлекает внимание. Внутри, как видим, разруха. Жители уже начали разбирать все на кирпичи. Так, помещение здесь слишком маленькое. Длинных коридоров нет. Поэтому я присматриваюсь вон к тому ангару, похожему на депо. Там должно быть достаточно пространства для моих целей. Сейчас заглянем туда. Идеально, по-моему. Большое помещение. Правда, один минус. Недостаточно света. Хотя нет, смотрите, зашел внутрь. И все видно. Сейчас шагами попробую померить метраж. Раз, два, три, четыре, пять. 55, 56, 57, 58, 59. Ну, метров 50 тут смело есть. Так что думаю, нормально. Для тестов сойдет. Итак, моя красная сумка. Дуга арбалета в ней, как видите, не поместилась. Зато в ней поместилась камера. Дуга не полностью. Так, стрелы для арбалета. Это мишень. Это тоже еще одна мишень. Приклад. Это самодельный штатив для камеры. Там еще отвертки. Ну и войлок, чтобы не пришлось стрелять в кирпичи. Так, прескутим, что вороги. Так. Так. Продолжение следует... Стрелять буду по вот этой мишени размера А4. Отойду на расстояние где-то 18 метров, дабы пристрелять арбалет. Сделать поправки прицела. Жалко нет второй камеры или хотя бы оператора. Но придется пока так. Крива китайская, карбоновая. Капец моей стреле приснился. Попал куда-то ниже, даже не пойму куда, бетон по-моему. Иначе целиться придется выше. Хорошо, продолжим. Попал в арголитину. В принципе по высоте, туда куда и целился. Но немножко правее. Но не то что немножко. В принципе множко. Ладно, поправок пока не буду делать. Сделаем скидку на дрожание рук. Держим. Здесь был ориен. Холодновато, конечно, для пристрелки арбалета, батарейка коллиматора замерзла, сейчас замерзнет камера. Нашла чуть выше. Ну, это Carbon Express, самая первая моя стрела, по которой, собственно, строился этот арбалент. Куплена была в магазине, остальные уже не были. Ух ты, чуть ли не в яблочко. Вот такие вот результаты. Последняя стрела Carbon Express попала практически в яблочко, хотя целился я где-то в правый верхний угол. Вот стрела прошила лист гнилой дерева плиты, который я здесь нашел. И вот что стало с оперением. Короче, сегодня неудачный день, все против меня. Батарейка у камеры садится, коллиматорный прицел уже сел. Так что сейчас попристреливаю арбалет без камеры. А потом проведу выстрел на более дальнее расстояние, чтобы проверить, как он будет бить на 50 метров. Только установив арбалет на более-менее стационарную поверхность удалось его предъявлять на 15 метров. И то, скажем так, не очень точно. Так, вот он результат первого выхода на природу. Куча сломанных стрел, испорченных оперений. Камера уже садится, коллиматорный прицел сел. Короче, продолжать в таком же духе нет уже никакого желания и настроения. Ну и чтобы день не прошел зря, решил шарахнуть на 50 метров от начала и до конца, вот до этого дверного проема. Надеюсь, хотя бы в проем сам попаду. Вот теперь хоть видел куда летела стрела, особенно куда попала. Целился на два проема выше. Ну и напоследок один веселый тест. Здесь в газету завернут газовый баллон с небольшим количеством газа. Сейчас мы ее подожгем и попробуем выстрелить. Баллон либо взорвется при попадании стрелы, либо просто увидим взрыв баллона от нагрева. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот что оказывается произошло, стрела задела по касательной и сломавшись осталось в баллоне. Поэтому газ выходил очень медленно и взрыва не произошло. Вот такой у нас получился тест, который показал слабость моего арбалета, но это не беда. Уже где-то ко мне едут новые плечи, которые я заказал за 2900 рублей, под них придется делать новую колодку, так что впереди вас ожидает еще один мой литейный опыт. Как поставлю новые плечи, отстреляюсь, сниму новый ролик, интересно будет сравнить результаты. Ну а пока на сегодня это все, кому понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока!